Приветствую вас, мои инопланетные! С вами Монтейка из непонятной погоды. И сегодня у нас снова суббота, а это значит, что скетч with me снова для вас. И мы продолжаем знаменательный мер Мэй, за которым я в принципе не слежу, но я рисую русалочек активно. Кстати, те, кто за мной следит в инстаграме, знают, что я также активно рисую пончики в виде рыбок. Я в самом первом посту, где был пончик в виде единорожки, обозначила, почему пончики, кто меня вдохновил и каким образом. То есть, если вам интересно, то в описании под видео есть ссылочка на мой инстаграм, вы можете сходить, посмотреть именно, каким образом я вдохновилась непосредственно на одушевление пончиков. И если вам интересно, также можете посмотреть. Дело в том, что я смотрела уроки вот очень крутого иллюстратора. Крутовый даже не в плане известности, а в плане именно стиля. Я прям вау, на одном дыхании просмотрела кучу роликов и закончила именно роликом. Вот в пятницу я сидела и смотрела ролик про то, где он рисовал из пончиков злодеев. И я решила тоже из пончиков рисовать кого-нибудь. Да, и теперь надо мной смеются, что я рисую вот пончики, много пончиков. У меня в маленьком скетчбуке даже есть пончик Тима Бёртона. Я в скором времени, я думаю, что где-нибудь на следующих выходных я буду снимать на него обзор. Вот как раз на этот скетчбук, в котором я сейчас рисую. И вы, собственно, увидите все то, что я смогу вам показать. Я думаю, что скетчбук, где эскизы под стикеры, я тоже уже закончу и тоже вам покажу на следующих выходных. Так что ждите два обзора на скетчбуке. И да, кто-то меня спрашивал, как я веду несколько скетчбуков одновременно. Я, кстати, хотела поднять этот вопрос. Дело в том, что у меня реально несколько скетчбуков. Один формата А5, этот, в котором я сейчас рисую, если я не ошибаюсь, А6. И скетчбук, который непосредственно под стикеры, под эскизы, под стикеры, он, по-моему, вообще А7. То есть он совсем осюсенький. И да, я веду их исключительно из-за форматов. Тот скетчбук, которым я рисую сейчас, скетчбук с эскизами под стикеры, они достаточно простенькие. И они без наворотов. И как бы это действительно скетчбуки. То есть в них у меня есть и какие-то наброски непосредственно только карандашом. И то есть в них нету цвета, в них нету особых текстур. Я больше играю с брашпеном, потому что практически все, что есть в этих скетчбуках, я потом сканирую и перевожу в такой формат, ну, скажем так. Ну, вот, собственно, те, кто пользуется уже Телеграмом и, соответственно, видели мои стикеры, те могут вам описать. Кстати, ребята, кто пользуется Телеграмом, отпишитесь в комментариях. Так, можете оставить либо свои координаты, или, если хотите, напишите мне в какую-нибудь соцсеть и предоставьте свои координаты. Или добавьте меня, опять же, в паблике на ВКонтакте я показывала, не, не показывала, писала, точнее, свой ник в Телеграме. И да, там есть мои стикеры, стикеры со мной и не только. Найти их можно по, собственно, нику Мантийка. Вот. Я просто, на самом деле, сейчас для меня это такое небольшое достижение, потому что я заставила себя сесть. Во-первых, все это отфотошопить, внедрить это все туда и, собственно, пользоваться. Вот. И для меня это круто, потому что я хочу себя действительно заставлять все-таки больше пользоваться диджиталом, готовить себя к, соответственно, продукции комикса, потому что прорисовывать я его, то есть эскизы под него готовить я уже начала. Но я понимаю фактически, что, ну, я же не сделаю, я не знаю, 100 копий от руки, представьте, даже если те же 8 страниц. Так что, так что вот так вот, это из новостей. А в этом маленьком скетчбуке, да, тут в основном вот то, что я рисовала, собственно, пончики в разных видах и те русалки, которых вы увидели. И здесь я больше играю с материалами, больше играю с тем, как я рисую линии, как я рисую. Здесь даже есть странички, где я пытаюсь получить минимальное понятие об анатомии. То есть даже так, я даже туда пришла. Мне очень хотелось поиграть с шариковой ручкой. То есть с такими какими-то канцтоварами, которыми ты не пользуешься в хороших скетчбуках. То есть, например, если брать тот же Малескин, я не буду простой шариковой ручкой рисовать в Малескине. Блин, ну блин, ну я не могу, я себя не смогу даже заставить. То есть там текстура бумаги предполагает какие-то другие, лично для меня предполагает какие-то другие материалы. Вот, то есть опять же, я учусь работать с разными текстурами. И да, то есть это три скетчбука. Еще у меня есть очень-очень-очень толстый скетчбук, тоже формата А6, если не ошибаюсь, для комиксов. То есть для тех комиксов, которые вы, собственно, наблюдаете в Инстаграме. И еще есть альбомчики. Ну это уже непосредственно альбомчики. Там белая бумага, и они присутствуют в моей жизни исключительно для того, чтобы мне было хорошо, и я могла в какой-то момент порисовать маркерами или карандашами. То есть они для цветного. И да, ребята, я не знаю, как так получилось, но я действительно веду на данный момент вот эти вот три с половиной, считай, скетчбука. Скетчбука плюс какие-то альбомчики, какие-то зарисовочки. Это все текстура бумаги, разные материалы. То есть если у вас есть один скетчбук, в котором есть разная бумага, которую вы, возможно, сами собрали, и он того формата, который вам уже, вы знаете, что подходит, вообще без проблем. Но я свой формат толком еще не нашла. То есть мне нравятся вот такие маленькие дублы рисовать, или мне нравится развернуть свой малески на пятый, и, блин, нарисовать дракона на весь разворот, и зарисовать все это черным. Настроение бывает разное, материалы хочется использовать разные, и вот как-то вот так вот. Надеюсь, что я исчерпывающе ответила на сей вопрос. Всем вам вдохновение, оставляйте комментарии со своими телеграммами, и, в принципе, отпишитесь, кто пользовался уже стикерами, нравятся ли они вам. И до скорых встреч!